всегда five hours later than Moscow time Дмитрий Сергеевич, Анастасия Александровна, добрый вечер, замечательно, здравствуйте, Мегран Нельсинович, замечательно, добрый день, здравствуй, Мегран. Олег, я бы вам рекомендовал начать демонстрировать свой экран, иногда это занимает много времени. Да, а мы пока наше видео уберем, чтобы не занимать камни. Все появилось, все хорошо, Олег. Спасибо большое. Хотя не все появились, тем не менее, я предлагаю начать наше заседание, остальные будут подсоединяться и по мере того, как они будут входить, будут включаться в ход обсуждения. Сегодня мы слушаем рассказ Олега Кройтера о результатах, полученных в ходе исследований в аспирантуре над диссертацией. Вот тема диссертационной работы высвечена, точнее, диссертационного исследования, она, может быть, еще не подправлена. В принципе, это возможно. И, с вашего позволения, я передам слово для ведения заседания Михаилу Дмитриевичу. Дмитрий Сергеевич, ты не возражаешь? Да, конечно, очень хорошо. Спасибо большое, да. Тогда, Михаил Дмитриевич, банкуйте. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Доклад уже был назван, и я предлагаю Олегу Константиновичу начать свой рассказ. Олег Константинович, сколько вам нужно времени? Минут сорок? Больше, меньше? Я постараюсь сорок уложиться. Хорошо, тогда я посигналю, когда лимит будет превышен, чтобы вы понимали, что... Когда выложишься, да. Хорошо, отлично. В таком случае прошу, Олег. Хорошо. Так, добрый вечер, уважаемые коллеги, еще раз всем. Ваше внимание хотелось бы предоставить доклад на тему компьютерного моделера некоторых задач математической физики под руководством непосредственно доктора физико-математических наук, доцента кафедры преподавательной информатики теории вероятности Малых Михаила Дмитриевича. Так, ну, доклад разделен на четыре части. Цель нашей работы была непосредственно оценить преимущество моделирования колебательных процессов в системах компьютерной алгебры. Результаты диссертационной работы изложены в 14 печатных изданиях, три из которых у нас изданы в журналах ВАКа, два в индексированных скопус и остальные в тезисных докладах. Так, первая задача, которая стояла перед нами, это протестировать возможность применения СК для составления дифференциальных поравнений, которые описываются у нас колебательные процессы в механике. И нужно было разрешить непосредственно систему дифференциальных поравнений относительно производных с целью дальнейшего решения и применения ее метанурмом компьютера, которые устроены у нас в СКСЭЧ. Для этого мы, для решения данной задачи, был рассмотрен пример, составить необходимую была систему дифференциальных поравнений, которая описывает колебательные процессы, опоры кружзам, кинематическое. Данными опорами у нас занимаются, если брать в Рудене, это Корнилович Сергей Петрович, Севастьян Литонцович, Ловецкий Константин Петрович, Шесняк Евгений Леонидович. Так, для решения данной задачи у нас было предложено, собственно, два подхода, как решить эту задачу. Мы остановились на втором подходе, который мы решили рассмотреть данную опору, как абсолютно твердое тело, с точки зрения, собственно, классической механики. Здесь мы воспользовались трудами Маркеева Анатолия Павловича. В его работах данная система – это не что иное, как полная система, которая описывает уравнение движения твердого тела на неподвижной горизонтальной абсолютно гладкой поверхности. Далее мы эту систему, непосредственно используя ряд преобразований, и используя систему Sage, мы получили систему, которая у нас, система дефицитальных уравнений, которая была 6-го порядка, которая была у нас, ну, система дефицитальных уравнений 6-го порядка, в которой у нас была не разрешена относительно старших производных. Она состояла из трех уравнений. После того, как мы, собственно, разрешили эту систему дефицитальных уравнений, нам необходимо было понизить порядок, поскольку встроенные непосредственно в СССР методы Рунгикута позволяют нам решать систему дефицитальных уравнений 1-го порядка. Таким образом, мы пришли вот к такой системе, которая позволяет нам рассматривать кинематическую опору. Далее, нами были произведены численные расчеты для сеток с количеством разбиений 200, 400 и 800. Были вот такие заданные начальные условия, которые мы задали. И мы получили, собственно, графики для разбиения 200, которые отмечены будут ниже штриховыми пунктирными линиями, и для 400 штрих-пунктирными, и 800 непосредственно точкой пунктирными линиями. Здесь, поскольку мы видим, что у нас эти непосредственно кривые ложатся практически друг на друга, они, скорее всего, не очень хорошо видны. Но что бы здесь хотелось сказать. Мы видим, что у нас непосредственно изменение угла φ происходит по линейному закону, и, собственно, происходит возрастание. С течением времени у нас изменяется угол φ. Такое же у нас выполняется и для угла ψ, по такому же закону также изменяется у нас угол φ. А вот изменение угла θ у нас изменяется по гармоническому закону, и с течением времени у нас увеличивается амплитуда угла θ. Ну, поскольку у нас под это у нас происходили как раз-то вот эти колебания незначительные нашей опоры. Итак, тут представлены наши численные результаты по тому, как изменяется скорость угла φ. Опять же, с течением времени мы видим, что у нас увеличивается амплитуда. Также у нас происходит скорость увеличения для угла ψ происходит практически по идентичным графикам. У нас происходит амплитуда возрастает в течение времени. И угол изменения θ происходит вот уже по такой амплитуде, который у нас периода чуть-чуть больше. Данный результат, хотелось бы с точки зрения общего представления, то есть именно в этом, то у нас можно сказать, что малое отклонение, собственно, приводит к малым колебаниям опоры. Ну, что мы здесь и можем наблюдать по данным графикам. Далее мы провели оценку, чтобы проверить непосредственно зависимость наших ошибок. Мы использовали метод Ричардсона. Собственно, здесь на графике мы видим, что у нас есть двоичный логарифм, по масштабу двоичного логарифма. И таким образом мы, применив метод Ричардсона для оценки нашей ошибки, видим, что у нас все, значит, точки хорошо ложатся на прямую. Таким образом здесь порядок. Таким образом у нас прямые указывают на порядок, который порядок совпадает с теоретическим. Собственно, ошибки у нас для непосредственно углов Эйлера. То же самое было произведено по методу Ричардсона для скорости изменения углов Эйлера. И также мы видим, что у нас в таком же двоичном алгорарифмическом масштабе также прямые ложатся и ошибка у нас незначительная по методу Ричардсона. Выводы по первой главе вкратце. То есть нами было составлено дифференциальное уравнение, которое описывало колебательные процессы в механике. Для этого был рассмотрен пример. Это опора Курзана. Собственно, мы привели систему к удобному виду для применения ее дальнейшего решения на системах компьютерной алгебры Sage. Так, вторая задача, которая была поставлена перед нами, это, опять же, оценить возможность СКА для решения системы нелинейных уравнений. И для данного примера у нас было рассмотрено решение системы нелинейных уравнений, которые у нас возникают при описании поверхностных волн диаков. Изучением волн диака у нас занимается ВРДН Бекеева, Олег Николаевич, Лавецкий институт и Севастьян Леонид Антонович. По данной задаче, то есть первое у нас, первое решение было получено, особенно вручную. Вручную. Насколько я знаю, это было получено Олегу Николаевичу Институту. У нас непосредственно есть волна, которая распространяется в границе раздела двух веществ, а не изотропная, которая сдается вот такой диэлектрической промышленности, и изотропа, которая у нас постоянная, ну, собственно, диэлектрическая проницаемость, которая обозначается эпизом постоянной. Здесь мы представили график, где у нас X является плоскостью, которая разделяет вот эти два вещества. Слева у нас находится анизотроп, а справа изотропное вещество с постоянной проницаемостью электрической. Так, собственно, мы начали тоже решать эту задачу, только хотели ее использовать, используя не руками, а используя современную систему компьютерной алгоритуры. Также у нас предполагалось, пусть задана волномод, собственно, в котором у нас будет анизотропное вещество, вот такой диэлектрической проницаемостью. Собственно, если у нас в этом волноводе могут тогда существовать плоские волны монохромантического света, вот такого вида. Для того, чтобы решать такую задачу, мы использовали уравнение Maxwell, которое мы смогли свести к алгоритическому уравнению, и в итоге получили волновое уравнение вот такого вида. Данное уравнение у нас имеет нетривиальное решение только в том случае, когда у нее определитель приравнивается к нулю. Таким образом, мы получаем два корня, которые представлены на слайде под номером 4 и 5. Два корня, которые творят негативное решение. Далее мы для такой, собственно, волнового уравнения, мы решили искать поля в анизотропе. Это непосредственно суперпозиция вот таких частных решений. В итоге нам уравнение Maxwell дали вот такие два уравнения, где P0 и PE, это как характеризуется непосредственно скорость убывания волны в толще анизотропа. Аналогичным семейством мы воспользовались и искали это поле уже в анизотропе. Уравнение Maxwell нам дал вот такое уравнение. Опять же, где B у нас характеризует данный случай убывания поля только в анизотропе. После этого нам необходимо было выполнить условия ошибки на границе. На границе раздела непосредственно электромагнитных полей, которые у нас заключаются в... Нам требовалось, чтобы выполнялся раздел непосредственно тангенциальных компонент по тем векторам, которые были сверху заданы, по векторам E и H. Таким образом, мы получили систему однородных уравнений относительно вот таких амплитуд. Опять же, данное уравнение у нас имеет решение, когда у нас определитель обращается в 0. Отсюда мы пришли к системе, которая у нас, это не что иное, как кривая в пятимерном пространстве заданного здесь. И данное... Если у нас, собственно, эта кривая попадает в пятимерное пространство, вырезанное вот таким неравистом, то наша система, вот это алгебрических уравнений, она имеет решение в том... Она имеет решение, это некое поле, это поле, которое должно удовлетворять самим уравнение Максвелла, должно удовлетворять шивки, которые были у нас на границе раздела уравнения, которое было чуть выше представлено на слайде. И, собственно, это поле должно экспоненциально убывать и при удалении от границы раздела, то есть при х, стремяющейся к бесконечности. Так, мы могли заметить вот здесь, что данную систему мы можем избавиться от переменных к ноликам. То есть, используя вот такую замену, мы привели нашу систему к вот такому виду. Это у нас получилась система, которая состоит из четырех уравнений, от и из пяти неизвестных. В таком случае, чтобы решить вот эту систему, мы могли исключить здесь перемены, три перемены, и оставшиеся две перемены мы могли бы понять, как они, их связь между друг другом, как они связаны между друг другом, оставшиеся две перемены после исключения. Таким образом, у нас система 7 задает кривую в уже в таком пространстве. Эта кривая должна обязательно попадать в область, которая задана вот следующим неравенствами. И так, и эта кривая у нас может быть описана, на самом деле, очень просто. Если мы рассматриваем ее проекцию не на плоскость βγ, что было изначально нами сделано, а на плоскость qo, qe, ну, с индексом, тогда, исключая перемены β, γ и q, мы получали уравнение следующего вида, которое у нас зависит от диэлектрической проницаемости. Итак, данное уравнение, то есть система 7, у нас имеет, на самом деле, у нас, она имеет решение, у нас было два множителя, здесь мы видим, два множителя, когда у нас получаются тривиальные поля, которые нам неинтересны. А вот именно третий множитель нам давал, ну, когда мы выполнили факторизацию, нам третий множитель давал нетривиальные решения. И система 7 имела тогда решение, когда у нас этот третий множитель обращался в нуль. тогда мы получили выражение, которое, оно громоздкое, и здесь мы только его структуру на слайде представляем. У нас данное уравнение, то есть, полагая вот такую замену qe равное t q0, мы смогли вот это уравнение решить вот так. Отсюда у нас получаем q0 и qe в радикалах, где t может принимать любые значения. Но применяя технику исключительных идеалов, которая у нас встроена в Sage, она дала нам тот же такой же уравнение, который мы получили через, ну, используя сообщение Sage. Мы получили необходимое и достаточное условие, которые должны выполняться, чтобы система 7 имела решение. Для этого система 7 у нас может иметь, на самом деле, большое количество решений, и они могут быть комплексными. Так как у нас в системе 7 третье уравнение переменные бета и гамма входят в квадрате, они нам дают положительные, ну, даже если, то есть, при разных знаках, оно все равно получается положительным. Поэтому вот здесь выбор с бета и гамма у нас не состоял, а вот уравнение, сейчас чуть дальше, в принципе, это подскажу, а вот данное уравнение мы смогли выразить решением через параметр t. И, собственно, если у нас решение, то есть, подал вот эту область, то, собственно, у нас получалось решение этой системы. Сейчас непосредственно по величине q, которая у нас должна быть положительная. Из теории мы, в принципе, знаем, что у нас при выборе ветви корня, то есть, при выборе ветви одной ветви у нас должно получаться решение, то есть, один из корней все равно должен давать решение. В данном случае нам необходимо, чтобы выполнялось, в данном случае q нам выдается здесь два корня. И в таком мы видим, что у нас величина b должна быть, величина, точнее, q должна быть вещественна, тогда нам необходимо, чтобы выполнялось вот такое неравенство. И уже повторюсь то, что я сказал, бета-гамма у нас в седьмом уравнении заодно квадратный, поэтому вопрос о выборе знаков там не стоит. А вот q, оно входит у нас в это уравнение в первой степени. Поэтому здесь вот очень принципиально, ну, нужно, достаточно сложно выбирать знак. То есть, мы его не можем выбрать произвольно, как это было для бета- и гамма-параметра. Поэтому простейший способ здесь выбрать положительный знак, чтобы выполнялось для q, необходимо нарисовать некий график левой части последнего уравнения 7, и чтобы при вот следующих значениях q. мы, собственно, решили сразу проверить случай диаконала, который, случай диаконала, когда у нас выполняется вот такое неравенство, которое было уже получено в работах Битеева Аликина Николаевича. Для этого нам потребовалось, чтобы у нас решение, ну, то есть, было для случая диаконала того уравнения только тогда, когда у нас t имеет положительный. когда t у нас положительное. Когда t положительное, вот это уравнение имеет два решения. Для того, чтобы также было положительное и q, нам необходимо, чтобы выполнялось следующее неравенство. Таким образом, мы получаем значение q в радикалах после следующей формули. Вот оно, собственно, вытекает вот отсюда. Тогда мы получаем, что у нас qe имеет положительное значение, и t и q0 также положительное, и система 7 у нас имеет решение. Из того же третьего множителя, который нам был выдан системой Sage, мы смогли выписать явно наши члены второго и четвертого порядка. Поэтому в случае диаконала, когда у нас выполняется вот такое неравенство, соотношение определяется вот таким множителем. Отсюда вот этот множитель у нас дискриминант тоже положителен, поэтому выражение вот этого неравенства у нас должно выполняться. И таким образом, когда у нас выполняется это неравенство, корни у нас имеют разный знак. Значит, нам следует ограничить изменение t нулем, поскольку у нас родные знаки, а нам нужно, чтобы t было положительным, мы ограничиваем его нулем и вот этим корнем, t1, который обозначен. Также нам необходимо, чтобы выполнялась положительность переменных, вот этих примеров q, бета и гамма, которые на слайдере, вот чтобы выполнялась положительность этих переменных, нам необходимо, чтобы выполнялись вот такие неравенства. И таким образом, границы изменения t у нас выражаются вот таким неравенством, а для q, o у нас выполняется вот такое неравенство. Здесь мы вычислили, как должно изменяться границы t и q. Подводя итог выше всему сказанному, то есть мы можем сказать, что для случая диаконова у нас система 7 имеет решение в область заданной области, тогда и только в том случае, когда у нас параметр t принадлежит интервалу 9, который был у нас вот здесь, данный интервал, выполнит два неравенства, и последнее из уровней 7 выполняется при выборе главного значения радикалов. Здесь нами представлены численные решения, которые мы получили в системе Sage. Здесь мы можем увидеть, где у нас t и q, это границы, которые у нас задаются непосредственно для, которые были намечены для t и q. График q – это синяя линия. Здесь мы видим, что у нас t непосредственно приводит к автоматическому выбору знака, то есть, который мы говорили про q. Он позволяет автоматически выполнять условия для q0. Таким образом, вот это условие для t позволяет не получать нам отрицательное значение q. И вот в этом коридоре, вот где у нас происходят точки касания, в этом коридоре у нас могут существовать поверхностные волны диакон. Здесь представлен график левой части, последняя из уравнений 7. Мы видим, что у нас выполняется, где точка касания у нас была, коридора с q0. Мы видим, что у нас вот точка 1, 2, особенно здесь у нас система имеет решение и положительность знака выполняется q. А далее, собственно, у нас решения нет, поскольку у нас знака нет. Тут представленные графики. Точки на плоскости бета-гамма, при которых, собственно, у нас возникают поверхностные волны. Поскольку мы делали проекцию, у нас вот точки, где у нас могут возникать поверхностные волны диакон на плоскости, находится вот в такой зависимости. Так, и здесь у нас представлен график u, который у нас, это величина угла, которая указана в градусах. Вот по заданной формуле происходит непосредственно зависимость угла u от времени. Видим, что здесь происходит по линейным знакомым. Но здесь мы видим, что у нас поверхностные волны диаконова существуют в очень малом диапазоне, то есть от 38 градусов до 45. Это диапазон существования поверхностных волны диакон. Для тестированной нашей программы мы также взяли некий недиаконовский случай, когда у нас не выполняется вот то неравенство, которое было, когда у нас εO должно быть меньше ε и εE. То есть должно такое неравенство быть. А здесь мы нарушили это. Также мы провели ряд других экспериментов компьютерных, чтобы процессировать нашу программу. И здесь мы сразу видим, что наша синяя линия Q, графика Q0, он вообще не попадает в наш коридор. А так как он не попадает в коридор, у нас последнее уравнение в системе 7, левая часть тоже не имеет решения. И таким образом у нас никаких, мы не можем говорить о никаких поверхностных электромагнитных волнах, которые у нас могут возникать на плоскости, и могут вообще иметь какой-то диапазон существования. Здесь вот на примере показано, что у нас не выполняется случай диаконова, и таким образом нет полповерхности. Мы провели ряд компьютерных экспериментов. Здесь вот представлена одна из частей, то есть вся таблица, она представлена в работе уже. И мы меняли компоненты диалектрической проницаемости, и на основании таблицы мы сделали ряд выводов, которые, собственно, требуют дальнейшего теоретического обоснования. Здесь один из выводов – это то, что в случае, когда у нас выполняется разница между компонентой ε и ε, у нас, когда она большая, то у нас интервал изменения угла в градусах больше. В то время, когда эта разница меньше, у нас мы видим, что изменение угла в градусах гораздо ниже. Ну и тут другие выводы, которые они представлены на вот этом слайде. Вот некие выводы, которые мы получили, когда проводили компьютерные эксперименты, которые требуют, повторюсь, теоретического обоснования в дальнейшем. Выводы, основные выводы по второй главе. Нам удалось решить систему нелинейных уравнений, которые возникают при поверхности полной диагноза в радикалах через параметр t. Вот через вот этот период. И тем самым, собственно, провести численное решение, написать программу, составить этот алгоритм, который нам позволяет определять, где у нас могут возникать поверхности, в каком диапазоне углов. Так, третья задача, которая была поставлена перед нами, это протестировать, опять же, возможности СК для исследования нормальных мод волновода в рамках полной модели, учитывающей векторный характер электромагнитных волнов. Необходимо было исследовать связь между бегущими вдоль оси волновода, между модами бегущими вдоль оси волновода и стоячими водами цилиндрического резоната. Выяснить, что могут дать системы компьютерной алгебры для расчета точек дисперсионной кривой и вообще для их представлений. Так, извиняюсь. Изучением данных дисперсионных кривых у нас в РУДН занимается Дмитрий Вальчинович Дереваков, Малыш Михайлович, Севастьян Александрович Анатольевич и Тютюни Константин Александрович Анатольевич 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 Анатольевич. Здесь, желая избежать неоднозначности, мы просто напомним, что вообще является нормальным модом волновода. В нашем случае это решение уравнения Максула имеет нетривиальное решение вот такого вида, которое удовлетворяет условия идеальной проводимости стенок волновода. Здесь некие обозначения, собственно, они, я думаю, большому собравшемуся здесь я не знаком. Так, данные, здесь, ну, это теорема, то есть нормальные моды волновода. Мы решили, будем искать, вот пусть у нас дана функция, которая EZ и HZ, напряженность и магниты поля, то есть удовлетворяет дифференциальному уравнению вот такого вида, где F это вектор, который выражается вот такой формулами. Собственно, A и B это наши симметрические положительные, определенные интегральные операторы, а C это оператор гибридизации. Далее. Наша нормальная мода 11, которая заодно была выше, она соответствует решению системы вот такого вида. Учитывая зависимость от Z и T, мы можем задачу об отыскании нормальных мод волновода записать как задачу на собственные значения, как задачу, представить ее как задачу на собственные значения, которые у нас будут выполняться вот этим уравнением, относительно спектрального параметра. То есть мы свели задачу непосредственно... Мы свели задачу об отыскании нормальных ввод волновода к исследованию спектрального квадратичного пучка. вот такого. Ну, дело в том, что вот такое уже встречалось у ряда ученых, и мы не можем... Нет современного софта, который нам позволяет легко справляться и подсчитывать, вот когда у нас есть такой самозапряженный квадратичный пучок, подсчитывать, определять нормальные годы волновода. Для этого мы поняли, что у нас есть непосредственно в классической электродинамике есть тесная связь между задачами о собственных значениях колебаниях резонатора и о нормальных модах волновода. Поэтому здесь мы... Формулировка задачи представлена для собственных колебаниях резонатора, то есть в некоторой области G в R3 у нас именуется... Вот резонатор, это удовлетворяет вот такие нетривиальные поля вот следующего вида. Тогда у нас необходимо, чтобы выполнялись следующие граничные условия для уравнения Максвелла. Тогда у нас вот эти уравнения называются собственные моды, а соответствующие значения параметра гамма у нас это собственные частоты. Для отыскания собственных частот требуется решить задачу на собственные значения, вот такую, с следующими граничными слоями. Задача о нормальных модах волновода, она практически нечет, то есть только у нас она в R3. Единственное здесь, то есть у нас решение имеет вот такое, вот таким уравнением ставить. Данная система уравнений, система однородных уравнений Максвелла, и граничные условия, также такие же, как у нас были для резонатора заданных. Здесь необходимо, чтобы отыскать вот это решение, необходимо, чтобы выполнялось, чтобы для отыскания, собственно, при фиксированной части, вот требуется, чтобы решить задачу вот такую, при следующих граничных условиях. Здесь у нас, здесь у нас так, а здесь у нас вот ротор с верхним подчерканом, это не что иное, как дифференциальный император, который у нас заменен минус, мимо единицы, он умножен на гамма. А вот точки плоскости К гамма, у нас, где К у нас собственное значение, умножено не гамма, а эта задача имеет нетривиальное решение и образует некую кривую, которая в дальнейшем у нас называется диапрессионной кривой волновода. Так, нам необходимо, чтобы выполнялась связь между бегущей волной и стоящей. Для этого мы у нас представлены на слайде теорема, которая нам говорит, что если у нас волна вот задана прямым произведением следующим, имеет нормальную воду вот такую, при которой значение гамма и омега, то есть имеет нормальную воду вот такую, при некоторых значениях гамма, то тогда у нас и резонатор в прямом произведении имеет собственную моду при тех же гамме, то есть получается связь между непосредственно нормальной модой волновода и резонатором. Здесь такая же теорема, только в обратную сторону. Когда у нас резонатор имеет собственные моды вот такие, компонент, который имеет нетривиальное произведение при Z равном 0 и L, то имеем собственную моду вот такую. При некоторых натуральных значениях N, собственно, волновод при таком произведении у нас имеет нормальную моду при той же частоте омега и гамма. Две теоремы, которые нам дают непосредственно связь между модами резонатора и нормальной модой. Так, а здесь у нас пусть G это некий резонатор, который у нас заполнен веществом. В нашем резонаторе у нас epsilon это переменное вещество, вещество, которое характеризуется переменной epsilon и постоянное μ. В этом случае нам удобно, собственно, исключить уравнение Maxwell, исключить вектор Е и записать уравнение второго порядка вот таким образом. Тогда у нас должны выполняться краевые условия следующих 15, чтобы всякому интервальному решению вектора H задачи 14 и 15 необходимо, чтобы отвечали собственной моду вот такого собственного моду, представленного вот этим уравнением в резонаторе G. Так, умножив 14, уравнение 14 на тестовый вектор и проинтегрировал его по области G мы применили форму интегрирования по частям и получили уравнение 16. Из теоремы Divo и Liso следует, что что такое вполне непрерывный сопряженный оператор A из 16 у нас можно записать вот в таком виде. И таким образом получается, что собственные частоты резонатора образуют бесконечно большие последовательности, отвечающие им собственные воды, образуют атерноармированный базис в Гильбертовом пространстве. Так, теорема точки, теорема 3, которая у нас была, это сформулировано, собственно, что точки пересечения дисперсионной кривой волновода вот такого прямой гамма, где у нас гамма-константы, образуют счетное множество точек. Таким образом, множество абсцисс, которые у нас совпадают со множеством собственных частот, резонатор S. То есть, мы видим, что построить дисперсионную кривую, чтобы построить дисперсионную кривую, нам нужно решить самосопряженную задачу на собственные колебания цилиндрического резонатора G по методу RITS. Выбор базиса здесь на самом деле сложный, поэтому нам необходимо, чтобы определять этот выбор базиса, нам необходимо, чтобы элементы пространства должны выглядеть вот такому уравнению, когда у нас диургенция от вектора F равна нулю. Так, здесь, чтобы выбирать вот эти базисные функции, которые нам необходимы, они нетривиальные, для этого мы взяли непосредственно собственные функции задачи Дерехле на сечении цилиндра вот таким, и также взяли собственные функции ПСИН для задач Неймана на сечении цилиндра, который заводен вот таким уравнением. Тогда, где у нас ПСИН, это автономируемая система относительно пространства Лебега. При их помощи мы смогли построить базис, которая у нас была образована непосредственно полями ТМ и ТЕ типа. отсюда усекая бесконечную систему до первых n-базистых функций, то есть мы облидаем задача об отыскании волновых чисел в 16 сведена к алгеберической задаче на собственное значение. Вот такой задача. Где у нас А, это матрица блочного типа, которая представлена вот так, и Б, это матрица диагональная, то есть элемент вот. Так, те блоки матрицы, которые у нас заданы, здесь матрица собственно у нас имеет элементы, то есть это некие интегралы, вычисляются следующим, вот по следующим формам, были вычислены интегралы, где у нас здесь изменения непосредственно n-н. Дисперсионная кривая у нас в составе вот этого матричного элемента в виде интеграла по цилиндру, мы взяли те интегралы, которые можно было вычислить явно. Явно при вот функции epsilon, которая зависит от xy. Матрица B у нас оказалась диагональной, причем вот так высчитывается вот по таким формам вычислиться ее элемент. Поэтому задачу на собственное значение нам удалось ввести к стандартной задачи, задачу обобщенную, то есть обобщенную задачу на собственной нами удалось ввести к стандартной задаче на собственное значение вот такого вида. Так, где D, у нас элементы матрицы симметричны, и у нас, где элементы матрицы D определяются по следующим формулам. Так, здесь у нас представлено непосредственно случай как сечение волновода, где у нас директорическая проницаемость вещества задана вот здесь Epsilon Epsilon 0, точнее, постоянная, а Epsilon O у нас перемены. Здесь обычно у нас случается, что мы используем метод Ritz, но так как мы знаем, что у нас в нашем случае метод Ritz у нас там у него элементы являются интегральными, и собственно в общем случае то есть он вычисляет эти интегралы приближенно. Вот чтобы избавиться от вот этого приближенного решения, мы решили, что мы решили, что мы будем искать вот эти интегралы в элементарных функциях. Ну, собственно, вот то, что наверху который был в элементарных функциях. Здесь вот непосредственно представлен течение волновода. Далее мы выполнили расчет по нами было написано программа, которая была символно численный алгоритм создан. По этому алгоритму мы получили следующие результаты. Здесь мы видим просто дисперсионная кривая, которая дисперсионная кривая наполовину заполнена волновода. у нас здесь сплошными линиями это выделены дуги, которые соответствуют SLE-модам. Мы знаем, что у нас есть семейство нормальных SLE-мод и SLE-моды. В нашем случае вот SLE-моды. Красным задано, когда SLE-моды выражены через гиперболические функции, через обычные функции собственно программы через синус обычно выражены SLE-моды, которые у нас синим. А точки это не что иное, которое вычисляет наша программа, когда дисперсионная кривая. И здесь мы видим, что у нас наши точки они хорошо уложатся на SLE-моды. хотя вот здесь пока просто наполовину заполнено. Далее мы здесь уже берем дисперсионную кривую, где у нас есть некая вставка, которая представлена. Вставка у нас мы задаем вот здесь значения вот эти и мы начинаем изменять нашу переменную дилектричную проницаемость вещества. Здесь мы берем только для трех мод, которые у нас есть в каждом направлении, и мы видим, что наши сплошные линии непосредственно SLE-моды они очень хорошо даже для малого количества мод ложатся непосредственно на наши точки дисперсионной кривой. вот здесь мы берем L2 для того, чтобы выполнялось вот здесь, чтобы у нас выполнялось тоже равенство единиц. Так, далее мы опять же производим тот же эксперимент только в нашей программе, только теперь увеличиваем вот эту переменную epsilon1. Теперь мы видим, что у нас появляются опять же SLE-моды, которые выражены гиперболическим фонусом. Опять же видим, что они очень хорошо как бы вважатся на наши точки по дисперсионной кривой. Это при малых модах. Ну, такой же случай был подсчитан для epsilon1.2, вот тут мы видим. Также, в принципе, все происходит хорошо. После этого мы решили увеличить моды, взять побольше, и мы видим, что у нас здесь точность стала получше. Так, опять же, изменяя epsilon1, мы взяли для 6 мод, здесь видим, опять же, как у нас ложатся наши точки кривой на SLE-моды. Так, здесь тоже для график представлен для epsilon2, когда у нас epsilon1, который двойки равны. Олег, я прошу прощения, время подходит к концу, заканчивайте, пожалуйста. Да, Николай, сейчас собственно вот здесь у нас представлены результаты аналитических и численных расчетов. Мы видим, что даже для малого количества мод у нас выполняются, ну, точки хорошо ложатся на SLE-моды, и мы видим, что у нас программа выполняется с графической точностью, то есть что у нас с графической точностью наши точки вот эти они ложатся на функции, которые мы выбирали в басе директе, то есть они ложатся очень вот хорошо на SLE-моды. Так, ну, выводы по этой главе, собственно, была программа составлена, нам удалось использовать то, что у нас есть тесная связь между нормальным модом задачи и между резонатором, нам удалось составить алгоритм, который позволяет нам вычислять точки дисперсионной кривой и также провести тестирование этого алгоритма. Данная программа выложена вот по следующей ссылке. Так, в заключение, что бы хотел сказать. Ну, собственно, мы наладили процесс составления уравнений, которая описывает грубую модель опоры Курзанова, полученная уравнением разрешенной относительно производных, и ее возможно применять в, собственно, метод Рунгкута для решения ее в систему компьютерного. Решена в радикалах система алгебрических нелинейных уравнений, которая описывает волны Диаконова. Также разработан алгоритм для ее поиска, для коридоров, где существуют поверхности волны Диаконова. Здесь мы предложили новый метод, который позволяет нам построение диперсионных кривых волноводов с оптическим неоднородным заполнителем. Составлена собственно программа, которая была новой, и произвели ее некое тестирование на СЛИМ-одах, что у нас совпадает, что все она ложится, что у нас наши точки диперсионной кривой хорошо ложатся на СЛИМ-одах. Далее это было показано на графиках, и мы увидели, что у нас выполняется графическая точность, которая заложена непосредственно в нашей машине. Здесь просто представлены положения, выносимые на защиту, которые можно ознакомиться. Научная новизна, представленная которая исходит из формулировки наших задач, которые были поставленными, и, собственно, было протестировано возможности СКА для ряда задач, в которых возникает колебательный процесс. Основные публикации, которые были сделаны во время данной работы, и где было участие. Так, благодарю вас за внимание, спасибо большое, так, жду ваших вопросов, рекомендаций и замечаний. Спасибо, Олег. Коллеги, я вижу, у нас есть одна поднятая рука, Дмитрий Валентинович, пожалуйста, ваш вопрос. Да, здравствуйте, а парочку можно? Да, можно и парочку. Так, а можно тогда я немножко в самое начало направлю, где, значит, там были графики решений для опор Курзанова, и там же были графики, скажем так, нисходимости, а как он? Я сейчас после лекции просто у меня что-то термины в голову плохо лезут. Значит, вот смотрите, да, например, вот этот график. Олег, я правильно понимаю, что это одна и та же величина при разном n взятая, посчитанная? Нет. Так, сейчас, секунду. здесь у нас сейчас вспомним. Я сужу по подписи. Скорость изменения угла с течением времени при... Я вот, я просто это было чуть давно сделано. Так, насколько я помню, здесь мы брали про разных n, но я вот сейчас не помню, здесь мы представили только для одного n или нет. Сейчас, секунду, я... Олег, я вмешаюсь, правильно. Именно так и есть. Одно и то же решение, но при разных n. И, разумеется, амплитуда нарастает, потому что у вас есть ошибка вычисленного метода. Ага, а вот у меня вопрос вот с этим как раз и связан. Значит, если смотреть, то вот этот синий график пунктирный и, например, вот зелененький, самый нижний, вот размах в самом конце отличается раза в два, а вот на графиках сходимости там порядок четко совпадает вроде как с теоретическим, то есть прямо прямая линия. Ощущение, что ошибка должна быть очень маленькая. Здесь она кажется очень большой, то есть у меня какое-то вот здесь непонимание. А можно следующую картинку нам показать, Олег? Да. Вот буквально еще дальше. Про ошибку. Да, 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 да. Вот по Ричардсону. То есть она так выглядит, будто бы сразу порядок такой же, как и должен быть теоретический, даже при малых фактически N. И как-то вот это прям сильно смущает внешне. То есть кажется, что как-то очень идеально получается. Не знаю, это даже не столько вопрос, сколько какое-то непонимание связи этих двух картинок. Вы знаете, я думаю, что вопрос очень хороший. Спасибо. Тут проблема в следующем. когда мы говорим про порядок, мы имеем в виду порядок разностной схемы, то есть наклон вот этой вот прямой. А то, о чем вы говорите, это ошибка. То есть это то, что нарисовано на оси ординат. А вот маленькое ли тут значение, это еще надо подумать, потому что здесь написано минус 1,4, у самой, так сказать, последней. а у самой первой точки, там, с которой все начиналось, тут вообще стоит минус 0,8. У вас десятичный логарифм, судя по всему, да, Олег? Да. Значит, если перевести, r у вас какая получается? 10 в степени какой получается? Минус 0,8, что ли? Или я что-то не понимаю? Вот по красной. Красная это у нас что? Здесь у нас красная это у нас для этих углов. Сейчас я посмотрю, я просто, по-моему, для n. Вот это сейчас, давайте, сейчас я посмотрю. это для вот это, а это вот у нас для n400 и n800. Ну, собственно, вот здесь ошибка вычисляется для вот, если мы берем красное и синее, это для, когда у нас разбиение по сетке на 400 и 800 происходит. так, и здесь здесь... А какой, извините, я тогда сейчас чуть-чуть прерву, а порядок-то теоретически какой? Четвертый или второй или какой? Какой родственник? Ну, это порядок четвертого порядка. Четвертый должен быть. Нет, если не ошибаюсь, я, по-моему, делал, когда реализовал код, непосредственно использовал метод Эйлера и в нашем случае я так поднимаюсь, что, по-моему, я не наложил по методу рунги четвертого порядка, поэтому здесь получается, скорее всего, первый порядок. Потому что метод Эйлера используется... А, все, ну, ладно, если первый порядок, то... По-моему, первого порядка, вот насколько я сейчас вспоминаю, я думаю, что было до 10 кг. Ну, вообще, на самом деле, на графике надо было бы наклон-то посчитать по графику и написать его. Вопросов было бы меньше. Порядка. я согласен. Я просто вот сейчас вспоминаю, потому что, насколько я, я писал сам функцию Эйлера, и там как раз-то вот для порядка первого, а не для четвертого. Я думаю, вот если бы использовался непосредственно в сей часа встроенный рунги код четвертого порядка для сел, там, ркач-4, то здесь было бы более такой... Явное отличие непосредственно вот этой ошибки, вот чтобы оно было вот это... они вот так налоговались, поскольку порядок первого порядка. Так, то есть использован метод Эйлера с теоретическим порядком единичка, и к этой единице значит оценки по Ричардсону тоже сошлись, если так прорезюмировать. Я правильно понимаю? Да. Ага, вопрос. Извините, я вмешаюсь чуть-чуть. Да. Если вы возьмете верхнюю прямую, то тут у нас будет минус 0,5, и, соответственно, ошибка самая большая, какая здесь получается, у нас стало быть получается 10 в степени минус 0,5. Ну, то есть, это не единица, конечно, но что-то к ней близко. Там, ходите, одна вторая, я сейчас так в уме не соображу, сколько это будет. Корень из 10 я что-то плохо считаю, да еще и на него потом делить. Вот. И так вроде по картинкам и получается. Там порядка, ну, не единица, но здоровое число. Тогда сюда цепляется тоже резонный вопрос, а зачем метод Эйлера использовать в такой задаче и с такими большими ошибками получать результаты? А здесь, Дмитрий Валентинович, здесь, когда мы, собственно, вот это я подсчитывал, я вот сейчас смотрю, где-то графики, получается, по методу Эйлера сделаны были, а нужно было нам, собственно, наложить еще непосредственно по румнику-то четвертого порядка. Таким образом, где-то я вот, ну, на каком-то моменте у нас, я вот это упустил и, собственно, не наложил сюда, чтобы у нас был использован именно метод румнику-четвертого порядка. То есть, если вот брать в диссертации, я там это описывал, я буквально вот это заметил вот на этой неделе, то, что у меня не подсчитано эта же задача, используя встроенный метод румнику-четвертого порядка. Ну, у меня просто такое, как это, такое впечатление, что вот метод Эйлера использовать, ну, как-то совсем странно, уж особенно, если ошибки сразу большие и просто как-то не вяжется. То есть, румнику-кут, в чем проблема? В общем, немножко непонятно, да. Да, здесь просто нужно было вот добавить еще этот, это я так, я заметил, что было реализован свой метод Эйлера, вот который, и вот получилось вот это, а румнику-кута, который этот, мы его, я его не использовал, и, потому что, ну, код был, это было, я открывал, где код, и я не нашел, вот, непосредственно свой код, где я использовал румнику-кута. Поэтому вот тут неплохо бы сделать, чтобы использовать метод румнику-кута и заодно вот сверить ошибку по Ричардсону, и вот, ну, сравнивая свою программу по методу Эйлера и сравнивая, вот, которая будет уже по методу румнику-кута, где у нас порядок будет четвертый. Поэтому с этим я согласен, то есть, можно использовать. Ну, нужно было бы использовать румнику-кута четвертый порядок, я вот сейчас не помню, зачем мы это реализовали. Олег, я позволю себе вмешаться, в таких случаях говорится гораздо короче. Спасибо большое за очень ценное замечание, действительно использовать метод румнику-кута было не только можно, но и нужно, и мы это обязательно добавим. Итоговый текст. Спасибо. Да, понятно. Если можно, тогда переместиться на третью часть работы, которая была посвящена расчету векторных векторных мод волноводов, здесь было введено какое-то экзотическое гильбертово пространство с непонятной буквой, и были сказаны слова про метод ритца. Я, возможно, из-за скорости изложения такой быстрый чего-то упустил, но вот нельзя ли прокомментировать, что это за пространство, вот она в самом низу слайда написана, из чего оно состоит, и почему применен метод ритца, потому что, если я правильно помню, когда применяют метод ритца, там нужно симметричный положительно определенный оператор, выбирать систему полную в энергетическом пространстве этого оператора, и как-то я вот не встречал такого какого-то применения метода ритца, здесь это было сказано несколько раз, вот поэтому вопрос, что за пространство, и как вот, почему метод ритца был выбран? Так, ну, решалась задача с помощью, насколько я помню, мы это делали методом Галеркина, для того, чтобы мы знаем, что у нас метод ритца, он считает, я уже упоминал это, об этом говорил, то, что у нас интеграл, он считает в символенном виде, и у него там ошибка, то есть, в этом плане вычисление чуть высокое, поэтому для этого, вот, чтобы избежать этого, мы использовали, то есть, вот эти, для подсчета, мы использовали элементарные функции, и эти элементарные функции, и базисные функции, для чего, ну, нужно было гиберто проснулось, чтобы, вот эти базисные функции, собственно, чтобы они не были, чтобы φ и ψ у нас выражалось, как через элементарные функции, и таким образом мы подсчитывали φ и ψ через синус. Я прошу простить, но я вынужден вас прервать, мне кажется, что вы немножко не на тот вопрос отвечаете, который вам задали. Позвольте, я все-таки вмешаюсь. Откройте, пожалуйста, слайд, где появляется h, еще раз. Вы немножко в другую сторону ушли. Тут немножко все-таки вопрос был о том, что такое пространство h, готическое, которое здесь появилось. Значит, вот на этом слайде поставлена задача о собственных колебаниях не волновода, а резонатора. То есть, некие трехмерные вещи, дальше рассматривается, естественно, цилиндр конечной высоты, но в данном, вот конкретном слайде, можно считать, что рассматривается вообще любая трехмерная область G. Ну, граница у нее должна быть достаточно приличная, чтобы можно было по частям интегрировать. И рассматривается задача 16, в которой, если приглядеться, можно увидеть задачу, ну, практически зеркально похожую на аналогичную скалярную задачу, только там вместо ротора стоит оператор НАБЛО. К сожалению, задача 16 довольно коварная, и сказать, что ее можно решать так же, как скалярную, задачу нельзя. Дело в том, что по классике, которой, собственно, и занимались Диво и Леонс, задачу 16 нужно свести к задаче в компактных операторах, а, к сожалению, у ротора ядро бесконечное, и в этот фокус так просто сделать нельзя. Так вот, уважаемые авторы доказали следующее, что задача 16 действительно может быть переписана в компактных операторах, вот, а это компактный, самосопряженный оператор. Но для этого нужно сказать, что мы работаем в пространстве Гильбертовом, и скалярное произведение в нем задается в виде первого интеграла в формуле 16, то есть при помощи вот этих роторов, но мы рассматриваем не множество всех гладких функций, а множество все гладкие функции, дивергенция которых равна нулю. Ну и замыкаем, соответственно, по нормам. Если выкинуть условие, что дивергенция равняется нулю, то у нас возникают проблемы с тем, что мы не можем доказать, что наш оператор является вполне непрерывным, а дальше мы не можем пользоваться ничем, поскольку у оператора тогда может быть вообще говоря непрерывный спектр, и вообще у нас все грустно и довольно сложно. Это, а вот дальше то, о чем говорил Олег, приводит дальше к сложностям. Нам нужно строить такой базис и в методе Галеркина, и в методе Ритца, чтобы уравнение дивергенция F выполнялось. Что, собственно говоря, мы и делаем. А иначе у нас, естественно, были бы проблемы. Вот. И последний момент, о котором хочется здесь сказать, про разницу между методом Ритца и методом Галеркина. Я поддерживаю некоторую дискуссионность тезиса о том, что же здесь в действительности применяется. Я думаю, что в итоговой версии мы все-таки напишем, что это метод Галеркина. Для самосопряженной задачи, вот типа той, что была на слайде, я надеюсь, Олег сейчас нам его еще раз вернет, в принципе, метод Ритца и метод Галеркина приводят в итоге к одной и той же алгебраической системе. Точно так же, как это происходит для уравнения а дельта у равняется минус лямда у классическому. Вот так бы я ответил на этот вопрос. Дмитрий Валентинович, ответил или еще что-то надо прокомментировать? Значит, если я правильно понял, то есть вот это пространство аж готическое, это пространство неких как это вектор функций, что ли, каждый элемент, каждый из них то есть каждая компонента наверное принадлежит L2 или не L2. Я вот тут вот дальше не понял, там дальше L2 еще появляется. L2 появлялся только для нормировки. Ну, уж если на то пошло, то каждая компонента принадлежит пространству Соболева W1,2 и еще производная по X первой компоненты, пусть производная Y по Y второй компоненты, пусть производная по Z третьей компоненты равна нулю. Но мы так не делаем, потому что мы идем немножко другой конструкции. Мы говорим, пусть это гладкий вектор, пусть дивергенция равняется нулю, вводим скалярное произведение при помощи вот этих роторов и дальше замыкаем. А вот как это вложено в пространство Соболева, а на самом деле вопрос-то нетривиальный, но нам, к счастью, не особенно интересный. Я просто вижу среди участников человека, который любит такие вопросы и знаю, что если, так сказать, уж так ставить вопросы, то тут есть о чем поговорить. А как выглядит в итоге, это еще дополнительный довесок, но, наверное, я на нем уже закончу тогда разговаривать, значит, а как выглядят все-таки собственные функции вот этого векторного пространства аж готическое, по которым, собственно, раскладывается? А кто вам сказал, что по ним раскладывается? Никто такого не говорил. По ним ничего не раскладывается. Они как раз просто ищутся, причем даже не они, а собственные значения. А, то есть это и есть задача их отыскать, правильно я понял в итоге? Мы доказываем, что задача построения дисперсионной кривой сводится к серии задач об отыскании собственных значений вот этого вот цилиндра. Все, хорошо. И решаем, ну, там, при каждом гамма мы решаем свою задачу. Да. А счастье состоит от того, что задача самосопряженная. Понял, спасибо. Я на этом заканчиваю пока задавать вопросы. Спасибо. Вам спасибо. Всегда приятно, когда после доклада много вопросов. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы. Если вопросов нету, можно я сделаю определенный ряд замечаний к докладу. Да, я даже попробую записать. А, у нас же запись будет, да? Да, запись идет. Вначале общее соображение такого сорта. у Олега очень хорошее внятное изложение каждого слайда, каждого пучка. Он его детально, подробно излагает, все хорошо. Но в докладе не прослеживается связь между этими сегментами. Это нехорошо. В докладе и связь между сегментами тоже должна быть слышна слушателям. А если она еще и видна, то совсем хорошо. То есть такая схема, общая, охватывающая течение всей идеи, по моему мнению, необходимо добавить в доклад. Это такое общее соображение. Еще одно общее соображение, это то, что мне еще в годы моей юности Игорь Федорович Дорофеев, ученик Тихонова, сказал, что если есть несколько результатов, которые предъявляются по истечении срока диссертационного исследования, и они выдвигаются слушателям в виде такого набора достижений, то вот коварный вопрос, а какой из этих результатов, какой из этих достижений самое замечательное. Я помню, что я на этот вопрос начал рассказывать о том, что вот это самое замечательное, вот это похуже, а вот это, пожалуй, самое незначительное. В ответ на что он радостно закричал, очень неправильный ответ, после этого вас нужно сажать на месте и выгонять защитник. Это почему же, спросил я, а потому, что все ваши результаты должны в совокупности образовывать единое целое, единый научный результат. Вот в докладе этого не было видно и вряд ли Олег сможет сформулировать этот результат. Теперь я скажу, что из этого проистекает, из такого рассуждения. Опять далекий рассказ о том, когда-то к нам пришел защищать докторскую диссертацию плохотников Константин Эдуардович. И мы с ним бодались где-то года полтора как минимум, а то и больше, борясь за то, чтобы он выбросил больше половины результата из своей диссертации. Он не понимал, ну как же так, но я же их получил, это мои результаты. Разумеется, говорили мы, это ваши результаты, Константин Эдуардович, но предъявлять их в виде диссертации противопоказано, запрещено. Это должен быть один единый результат. Совсем не обязательно все результаты, полученные в ходе исследований, должны быть внесены в итоговую диссертационную работу. Если из этого искать, он выбросил эти 60% своих результатов, оставил только 40, и его диссертация стала блестящей, действительно, прошла на ура, без сучка и задоринки. По моему мнению, из этих трех задач, рассказанных Олегом, две последние выглядят слитно, а единообразные, они посвящены поведению электромагнитного излучения, не просто электромагнитного поля, а излучения, когда нет локализованных зарядов или чего-то подобного, и токов, именно излучения, в различных граничных обстоятельствах, что тоже интересно, что они различны, но самое главное, это разнообразие этих результатов, и то, что все они решаются единообразными методами, как в области символьных вычислений, так и в области анализа функционального того строения задачи, которое необходимо в рамках математического моделирования простроить, показать связь между ними, как одна редуцируется к другой, другая редуцируется к третьей, третий редуцируется к четвертой, и как это все приводит к конечным красивым результатам. Так вот, эти две задачи можно связать вот этим единым скелетом, единой схемой течения мыслей и получения этих результатов. Задача об опорах Курзанова, хотя она и красивая, интересная, вываливается из этой совокупности, цельной совокупности, она нарушает цельность, поэтому я считаю, что ее нужно изъять. Пожалуй, вот я такими очень широкими мазками обрисовал свои впечатления, то есть определенная доработка необходима в рассказе, безусловно, возможно, и в изложении, чтобы эта совокупность выглядела цельной не только во время доклада, но и в диссертации, и в авторитетии, для любого читателя. Прошу прощения за такое несколько критическое выступление, но оно подбадривающее, тем не менее. Спасибо. Большое спасибо, Леонид Антонович. Мадарахоров. Так, коллеги, я вижу еще поднятую руку Малышева. Александр Юрьевич, пожалуйста. Да, здравствуйте. Я прошу прощения, Леонид Антонович раскритиковал участие первой главы в вашей диссертации, но я хотел бы задать вам все-таки вопрос, возможно, вам этот вопрос будут задавать, независимо от того, включите вы ее в диссертацию или, скорее всего, выбросите. Можно спросить про первую главу? Конечно, можно. Значит, вопрос такой. Вот вы в выводах сказали, численные исследования можно заменить аналитическим, но в 21 веке существует очень большое число людей, которые в ответ на это утверждение вам начнут говорить, что аналитика это сложно, особенно с символами вычисления, что там громоздкие выражения, что это трудно, трудно, сложно, и спрашивается, для чего это нужно делать. Ведь совершенно не факт, что такая замена приведет к каким-то преимуществам. Готовы ли вы объяснить преимущества, которые возникнут от такой замены в этой задаче? Вот. И после того, как вы про это расскажете, возможно, вам еще кое-что скажу, но это будет скорее не вопрос, а некое подобие тоже замечания. Можно я пошучу? Если ответ будет правильный, тогда я задам еще один вопрос. Если неправильный, я не буду задавать вопрос. ничего не слышно. Так, ну, я бы ответил, наверное, так. Начнем с того, что у нас не всегда, то есть, мы можем получить некое решение численно, а, собственно, если мы можем, есть задачи, которые имеют только аналитическое решение, аналитическое. И в данном случае, то есть, для того, чтобы как-то это визуализировать, вот это аналитическое решение, вот нами было просмотрено вот такое решение, когда мы можем задать некие условия, которые, ну, чтобы именно получить какой-то визуальный результат. Для этого мы задали некие условия, чтобы получить графики. Я позволю себе все-таки вмешаться, поскольку я придумывал формулировку первой задачи, когда я о ней думал, я думал немножко о другом. Дело в том, что в механике очень часто уравнения, в частности вот здесь, получаются в виде некой системы, неразрешенной относительно производной. Такая может быть довольно хитрая алгебраическая система с нелинейным вхождением производных. И вот те самые люди, о которых говорил Ксаверий Юрьевич, они разумеются на бумажке, вычисляют там, делают преобразования, может быть даже повышают порядок системы, для того, чтобы выразить старшие производные через сами функции, ну и может быть более младшие производные. а потом они все это засовывают в какую-нибудь реализацию метода рунги-култа и случается у них решение. Так вот, что называется пафос первой главы был следующий. Граждане, товарищи, не нужно делать первый шаг на бумажке, его за вас тоже может сделать компьютер при помощи символьных вычислений. Вот так я себе это представлял. Прошу Извините, у меня что-то случилось, я вывалился, и я после того, как Леонид Антонович обещал пошутить, ни одного слова не слышу. В таком случае, позвольте, я подытожу то, что мы тут пытались сказать, естественно, потянув идеал на себя. Я хотел сказать следующее. Когда я сочинял задачу номер один, мысль была такая. Господа, о которых вы говорите, делают так. У нас есть механическая задача. Она формулируется в виде системы обыкновенных дифференциальных уравнений, неразрешенных относительно старших производных. Для механики это типичная ситуация, особенно вот такого типа, как здесь. Дальше они берут бумажку, на бумажке выражают старшие производные через младшие, иногда для этого повышают порядок системы, после этого они идут к компьютеру и реализуют метод рунгикута. иначе. Первый этап без бумажки тоже поручить компьютеру. Вот у нас здесь компьютер сначала систему превращают в вид пригодный для использования рунгикута, а потом собственно говоря и рунгикутится. Вот. Но это несколько другое, чем мы какую-то задачу решили аналитически и можем заменить численный метод этим. То, что вы говорите это нечто большее, как мне кажется. Ну, значит, формулировку надо будет поправить, если мы это будем включать в диссертацию, в чем лично я сильно сомневаюсь. А ваш вопрос скорее я бы отрисовал задачу номер два, где мы сначала получили решение в радикалах, а потом щелкнули зубами, и все-таки итоговые картинки рисовали при помощи такого числе аналитического подхода. Ага. Сделать все в виде аналитики у нас не получилось. Ясно. Возможно, я когда задавал вопрос, я проявил какую-то невнимательность. Возможно, я хотел спросить про задачу номер два. Интересно. Ладно. Знаете, у меня есть еще одно замечание. Но оно скорее не по содержанию. А вот когда вы показывали положение выносимое на защиту, вы их так легко пролистнули и пошли дальше. Я прошу прощения, меня это чуть-чуть зацепило из-за того, что я прочитал много отзывов на разные авторефераты диссертаций, и в одном из отзывов было такое замечание к диссертанту, что диссертант сформулировал положение выносимое на защиту не совсем корректно. И некорректность по мнению автора отзыва состояла в том, что положения большей частью являются перечислением полученных в диссертации результатов. Вот человек писал замечание и озвучил вот именно это. Вот мне кажется, что этот момент может в какой-то ситуации оказаться для вас существенным. Но совершенно не факт, что. вот такие дела. Рискну предположить, что положение выносимое на защиту были пролистаны так быстро, потому что мы их еще всерьез не обсуждали. Ну и время было, поэтому то есть это было сказали закругляться. Простите меня, простите меня, я сейчас скажу по-моему полезное. Ксаверий обратил внимание на очень существенный факт, неважно торопились не торопились, он подсказывает. Уважаемые коллеги, когда будете формулировать положение, вспомните мои слова. Спасибо. Спасибо. Еще у вас можно я еще пару слов скажу? да, пожалуйста, не стесняйтесь. У вас в презентации очень много опечаток, они бросаются в глаза. Вот, например, у вас, когда вы формулируете задачу Неймана, у вас там спектральный параметр бета, а когда формулируете задачу для операторного пучка, у вас там тоже спектральный параметр бета. Поскольку деталей никаких вы не даете, возникает вопрос неужели это одно и то же бета? Вот в третьей главе. Конечно, разный, вы абсолютно правы. Вот, еще у вас SLE моды упоминаются в вашем выступлении на слайде номер 60. Возможно, они внимательно слушают. И понять, что они такое, как они связаны с ТЕ и ТМ модами крайне затруднительно. Мы не рассматриваем вот эту связь, как они рассматриваем, потому что наша задача была не на том, чтобы исследовать связи свои моды. А, собственно, чтобы посмотреть, сделать, посмотреть, что наши точки деперсионной кривой, то есть вообще ложатся они на моде или нет? Прошу прощения, я прокомментирую тоже. Олег, замечание более существенное в том, вы говорите о чем-то, что не определили и слушателям непонятно. И потом возникает вопрос, а может быть это то же самое, а мы ничего не понимаем. Возможно, в ответах уже тогда, когда вы будете отвечать, вы скажете, нет, это возможно разные вещи, возможно одинаковые, мы не анализировали совпадения, но вы даже не определились, что это такое. В этом основной дефект. Дивой справедливо. Я тоже свои пять копеек внесу. Отчасти это, видимо, моя вина. Я, посмотревши на, так сказать, общую структуру доклада и его объем, сказал Олегу следующее, что по моему мнению, если мы вставим парочку слайдов с разъяснением, что такое SLE-мода это будет уж совсем чересчур, это совсем уведет в сторону, и предложил сказать фразу, которая, к сожалению, не прозвучала. А фраза была такая. Для того, чтобы протестировать нашу программу, мы воспользовались случаем наполовину заполненного волновода, для которого известно две серии мод, выписываемых аналитически. Одна из них называется SLE-мода, вторая SLE-мода. Ну и дальше вот должны были последовать картинки. То есть получается здесь существенно более сложные Хорошо бы в этой фразе известный еще сказать известный и описанный там-то. Поддерживаю, укажем и ссылочку притащим туда, откуда мы их взяли. Так, еще на 46-м слайде я не понял, самосопряженную задачу вы рассматриваете или не самосопряженную. Вы сказали, что для этой задачи нету софта. Вот. Я так понял, что софта нет для не самосопряженных задач. А для этой вы его создали. А она самосопряженная или нет. Можно я вмешаюсь сразу? Это просто мое любимое место. Значит, Саверий Юрьевич, смотрите, я, когда начинал заниматься этими задачами, думал, что вся проблема только вне самосопряженности. И потратил довольно много времени, чтобы получить самосопряженную задачу в формулировке 13. Здесь все матрицы самосопряженные, вот они блочные, если на них посмотреть, ну, диагональные с ними понятно, а С тоже она, если ее так сказать, самосопряженную взять, она сама себя переходит. Все в порядке. Но проблема в том, что спектральный порядок у нас бета, а бета сюда входит и в первой степени, и во второй. И вот я был очень опечален, когда прочитал замечательную фразу в книжке Гогберга и Крейна, что вы знаете, а вообще-то если вы ищите спектр любого несамосопряженного оператора, то вы можете свести эту задачу к поиску спектра самосопряженного квадратичного пучка. Прекрасно. Я сильно расстроился, поняв, что в общем-то всегда можно свести задачу к виду 13, но жизнь от нее улучшает. К сожалению. Ясно. Ясно. Хотя надежда у меня больше большая. Что ж, большое спасибо за интересные ответы и интересную презентацию. Вот. Извините, если... Спасибо за наивопечение, Александр Ильич. Напротив, спасибо большое. Коллеги, пожалуйста, еще вопрос. Да, можно две копеечки? Да, можно две копеечки? Да, да, пожалуйста. Я буду очень краток, я не решился какую-то критику высказывать, но у меня критика такая. Мне очень не хватило картинок, на которых нарисованы были бы структуры. Вот когда в самом начале про волноводы начинается, про волны диаконовые, про опоры, вот рисунков именно, что это представляет собой. Формул много, а вот рисунков очень мало. Я имею в виду не графики, а именно рисунки, описывающие структуры. Вот. Но замечания отвечать не надо, просто вот мне не хватило. Спасибо. Учтем. У меня тоже было такое ощущение. Но художник... Художников, видимо, среди нас с Олегом мало. Но мы постараемся к следующему разу нарисовать посимпатичнее и побольше. Спасибо. Коллеги, еще, пожалуйста, вопросы, комментарии? Ну, мне кажется, что мы вот уже заседаем почти полтора часа. Наверное, это уже предел для нашего собрания. В таком случае, на правах человека, который ведет наше сегодняшнее собрание, я хочу поблагодарить нашего докладчика. Хочу поблагодарить всех вопрошающих и комментирующих его выступления. Большое спасибо. Нам с Олегом крайне важны и ценны ваши замечания. Собственно, ради этого мы и выступали. Если у вас возникнет желание еще прокомментировать и еще что-то сказать, пожалуйста, мы будем очень рады иметь ваши отклики в... как это... оффлайне. Спасибо большое за внимание. Если не будет возражений и комментариев, то в таком случае я предлагаю наше сегодняшнее собрание считать закрытым. Большое спасибо. Возражений нет? Нет. Ну, будем считать, что нет. Да. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok